Здравствуйте, дорогие друзья, и мы приветствуем вас на первой встрече московской в этом новом 2023 году. А что так тихо? Мы же на энергию пришли или куда? Да, друзья мои, ну и сегодня мы с вами будем говорить на этом семинаре на тему секреты управления энергией для здоровья и успеха. И сегодня с нами делятся этими секретами президент компании Пептайтс, вице-президент общества антивозрастной медицины, разработчик препаратов и косметических средств торговой марки Пептайтс, Давид Горгеладзе. Добрый день, дорогие друзья. Сейчас в начале Давид поделится самым интересным по теме нашей встречи с точки зрения физиологии и работы организма. Это, собственно говоря, его детище. Что такое энергия, откуда она берется, как сгенерировать и удерживать. Ту самую энергию, как защитить себя от снижения энергии, ну и, конечно, какие препараты Пептайтс помогут вам в этом. А затем я расскажу, как выйти из состояния вне энергии, как усилить состояние энергии и находиться в этом состоянии. Ну и, конечно же, как наполнить своей энергией себя прямо сейчас. И это будет у нас чуть позже. Ну и далее мы с Давидом ответим на ваши вопросы, которые вы прислали при регистрации на семинар. И в конце, когда мы закончим, мы эти вопросы все прочитаем, на них ответим. И, конечно, мы выберем победителей трех самых интересных вопросов и вручим призы. Ну а прямо сейчас я передаю слово Давиду Амирановичу Горгеладзе. А сейчас будем изобретать велосипед, будет грузинский экстром, поэтому будем размышлять на тему энергии, на том, что такое энергия в позиции обычного человека, да, что он закладывает это. Прежде всего, наверное, это ощущение самого себя, насколько есть силы, насколько есть внутренний подъем, да, и насколько ты бодр с утра, ты как старая лошадь, разбитый, и очень тяжело, как говорится. Пауза между первым и вторым носком, да, как в фильме, она затягивается. Очень много времени на раскачку уходит, как говорит наш лидер, но времени на раскачку нет. Его нет, но мы пытаемся раскачаться. К сожалению, это бич, да, нахождение в крупном городе, кто-то говорит, что это синдром хронической усталости, кто-то говорит, что это дистресс, синдромы те и те правы, но не надо забывать о том, что у нас почти у всех, у каждого на тех квартирах живет электроприборы, роутеры, вай-фай, и, наверное, это как-то тоже сказывается. На самочувствии. В общем и целом, от чего еще зависит ощущение энергии, наверное, от функции эндокринной системы, от состояния щитовидной железы, это у тех, у кого совсем все плохо, да, там прямо вот есть такая корреляция, но все это пропорционально зависимо к состоянию щитовидной железы и внутренним резервам. Что еще сказать? Да иммунитет сам по себе, наверное, не добавляет при своем снижении активности. Это тоже вот такие все слагаемые успеха. Но в целом, наверное, бич последних нескольких лет, если уж не десятилетия, это все-таки дистресс-синдромы. Со мной будут спорить классики, создатели наших имиджевых препаратов, у них есть классические схемы, лекалы, ну, кому-то они, как говорит молодежь, вкатывают, да, кому-то они помогают, а у кого-то это вот все как-то не так происходит. И, собственно говоря, все сложнее и сложнее становится разбираться с дистресс-синдромом. А он, в принципе, во главе. И упадка сил, и отсутствие бодрости, и желания что-либо делать, творить. И это и на гормонах, плюс ко всему, сказывается. Если мы еще в таком огненном периоде возрастном находимся, то все это сказывается на уровне половых гормонов. И там одно за другим идет, и начинает инсулино-резистентно сменяться. И страдают сосуды на фоне поражения от сахара, от гликации. И уровень свободных половых гормонов тоже снижается. От этого зависит состояние коллагена, зависит состояние эмоциональное, зависит состояние сосудов и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда приходит пациент, а у нас заготовлена методичка, у нас есть какие-то стандартные рекомендации, ну вот, больше чем в половине случаев это все работает. А в третьем случае начинаются сложности. Потому что уже вот так не получается все и сразу дать. Окей, давайте возьмем препарат эпифиза шишковидной железы эндолутен, это золотой стандартургалетий, и вот все такое начинается, вот это вот бла-бла-бла. Да, это все правда, конечно, но то, если бы это было одно. А вот с ним надо сразу же там еще иммунную систему, а еще нужно мозговую ткань проработать, а еще нужно проработать сосудистую стенку. Ну а вот потом уже можно там заниматься печенью, щитовидной железой. Вот эта вот доктрина из десятилетия в десятилетие транслируется. Ну это было в 70-х годах, это было правдой. Жизнь усложнилась, и сейчас все совершенно по-другому. И у нас вот было мероприятие на Кипре, у меня не получилось выехать. И поэтому пришлось в видео, вот такое интервью, обращение, доклад записывать. И там вот мы на эту тему беседовали. И вот несмотря на то, что это с точки зрения бизнеса, внутренней корпоративной этики, это вот не совсем правильно, потому что ты должен продавать то, что ты делаешь, но есть то, что мы и не делаем. Но я в общем и целом не сильно углубляюсь, просто обобщу, что да, такая доктрина существовала раньше, но теперь мы отправляем, по крайней мере, своих знакомых на анализы, мы смотрим второй иной профи, мы все стараемся сразу починить. И изучить, чем мы имеем дело. И вот мы понимаем, что да, у вас стресс, у вас поехало все в криви в кость, одно, второе, третье, естественно, репродуктивная система, воздавление, у вас уставы, все остальное. И по тестам, у вас дигидроэкандростерон повышен, у вас предшественники половых гормонов как-то не совсем так, как бы хотелось, и их уровни. И вот, судя по всему, есть картину вот этих усталок, уставших надкочечников. Ну и что мы делаем? Мы продолжаем пытаться давать препараты репродуктивной системы, на сосудистой стенке. И, ну, раз на почечнике слабые. Наверное, надо бунтопорс дать, да, препарат? Ну даем, а ничего не меняется. Потому что проблема здесь. Проблема в центральном звене вот этой эндокринной всей оси. Ну, в центральном звене регуляции. И мы думаем, ну, может быть, там инсулинорезистентность нарушена, она, может быть, граница к норме. А, ну, повышена. Давайте с этим справимся. Давайте назначим, там, препарат поджелудочной железы еще, там, эпифис. Попробуем. Ладно, будем так. Ну, тоже что-то то и не то. Почему-то это все не работает. Почему? Опять-таки. А потому что сейчас все чаще-чаще начинают говорить о том, что нужно заниматься детоксом, нужно заниматься монотерапией. Сначала, вот, действительно, нейроэндокринную систему приводить в порядок. И может быть, может быть, через 2-3 месяца мы будем кем-то еще другим заниматься постепенно, плавно. И в этом контексте вот и получается, что все сводится к длительной монотерапии препарата эпифиза. Прежде всего, препарат Эндолутен, который, я напоминаю, можно есть как угодно, принимать как угодно, но наиболее физиологично его применять по схеме либо половина, либо одна капсула, один раз в три дня в утренние часы. И не надо ничего добавлять. Я понимаю, человек жалуется, что это не так, а то не так. Вот просто нужно долго, мучительно применять Эндолутен. Соблюдать режим, потому что активность от уровня половых гормонов зависит. Это раньше можно было не спать до 5 утра, и козликом скакать, как говорят, нет. Четкая есть связь, допустим, в возрасте 40+, нормально не поспал, ты и разбитый с утра, а раньше такого не было. Ну, у тебя и все остальные, твои моменты тоже дают о себе знать. Потому что, когда тебе 25-35, у тебя достаточный запас тех же самых гормонов. И как бы ты не нарушал режим, как бы ты не впихивал в себя углеводы, виноградный сахар, например, окей, сейчас не модно пить водку, давайте будем пить просек или савиньон бланк и морепродукты. Да, но это виноградный сахар, и с него не похудеешь, даже если ты будешь только морепродукты есть и травкой заедать. И виноградный сахар бьет по гормонам половым. От полового гормона опять зависит коллаген, я не говорю уже про репродуктивную функцию, зависит состояние кожи, да, и сосуды, опять-таки. И зачем упражнять свою поджелудочную железу лишний раз виноградным сахаром? Инсулин начинает прыгать, если он еще в состоянии вырабатываться, сахар уходит в ткань, а инсулин по инерции вырабатывается, у вас голод наступает. Опять, вот так нежно-плавно развивается нарушение пищевого. То же самое поведение, в общем, это такой замкнутый круг, и вот в возрасте 40 и старше мы сталкиваемся с нарушенной, даже чуть-чуть нарушенной инсулино-резистентностью, а это такая точка отчета сваливания в крутой эпике всех процессов в организме. Мы с дистресс-синдромом сталкиваемся и с его последствиями. Откуда будет убраться энергия? И еще интоксикация. А откуда она взята? Алкоголь, никотин. Ну, никотин с анкосимиром, там, разбитым тебя немножко делает, да? Это такая привычка, действительно, погодная. Да тоже употребление, если заметить мясо, хотя оно нужно, четоридное железе, если его уменьшить, вы через полторы-две недели почувствуете, что вам легче двигаться, вы активнее себя чувствуете. Почему так, не знаю, наверное, потому что у всех по-разному отстроено либо нарушено обмен веществ, кому-то действительно нужно мясо меньше, и той же птицы, у кого-то нельзя сочетать мучное и мясо, или птицу. Это моментально плюс вес. Вот каждый человек – это головоломка. Но, тем не менее, на уменьшение объема мяса потребляемого я сейчас не из разряда глобалистов, которые будут призывать этих жуков-тараканов, нет. И не за то, что из магазинов исчезает мясо, это кому-то нужно, да? Разговор о другом. Мясо нужно, но нужно пересматривать свои пищевые привычки. И это тоже дает интоксикацию. И в целом организм к определенному возрастному периоду, он уже в состоянии такой интоксикации находится, что у него митохондрии спят. И вот чтобы мы, извините, не впихивали бы в себя, какие препараты бы мы не давали, они будут работать, ну, процентов 30-50. Будут давать эффект. Хотелось бы побольше. Не более того. А потом начинается разговор, о, а что вы тут мне продали? Вот смотрите, сколько это стоит. Оно не работает. Оно работает. И оно работало 20-30-40 лет назад. Но сейчас, что у нас в составе продуктов? Какие у нас консерванты? Ну, даже посмотрите. Мы просто не задумываемся о том, что мы при помощи того же... Нас убивают, а мы за это убийство платим. Да. По сути. Нас травят, потом нас же лечат ядами и хоронят. Это вообще замкнутый круг. Это бесплатный, так называемый, армянский аттракционер. Ну, только глобалистский получается. На каждом этапе ты платишь за то, что тебя убивают. Да. А если тебя не будут убивать, то ты сразу умрешь. Но интересно, чтобы ты пожил подольше. Чтобы ты платил за этот вечный изменить зараженника. И вот когда пищевая промышленность перестроилась, да, после советского периода, тогда мы получили вспышки аллергии, онкозаболеваемости и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос о приливках, я вообще молчу. Там, темный лес. И вот сейчас специалисты как раз-таки начинают размышлять, рассуждать на тему, а почему же вот это все прекрасно замечательно с точки зрения обзора литературы, ну, и с точки зрения того клинического опыта. А сейчас это как-то не очень. А потому что нужно заниматься детоксикацией, потому что нужно оживлять свои митохондрии. И вот на кипрском докладе я рассказывал, что, конечно же, лучше сочетать то, что происходит в клинике, да, плюс пептидные препараты. Но сначала вас в клинике прокапывают, вам там ведут дорогущий глутатион, а клаценте мы еще подумаем. Клацент это потом, когда вы почиститесь. И вот на этом фоне вы подключаете уже те антиоксиданты комплексные, которые могут быть дома, находиться. Тот же комплекс 3D, например. А там есть же супероксидис, мутаза, каталаза, прекурсоры, опять-таки глутатиона, дигидрокерцетин 50 миллиграмм для сосудистой стенки, у вас капиллярное звено страдает. Исследования же проводят, но тот же перетин. У вас гипоксия. У вас литокхондрия убитая, у вас гипоксия. Что вы хотите от препаратов? И вот вам начинают назначать. Вот вы прокапали глутатион, допустим, вам повезло, да, вы пересели на эндолутен, и после глутатиона вы начинаете применять там панаксоты или же тот же комплекс 3D или панаксоты 3D вместе, почему бы и нет. Вы начинаете, чтобы голова работала получше, применять, ну, тот же мезотель любой, либо привин, потому что там есть аргинин, у него сосудистые вместе, есть калин. И вроде как становится все гораздо веселее. Но если помимо этого вы активно занимаетесь, ну, если уж не спортом, то полуспортом, ну, да, вы стараетесь много ходить, шевелиться, топить жир, ну, тогда вам понадобятся, конечно же, микроэлементы, витамины, об этом, конечно, будем говорить, но вам специалист еще отгрузит целый список фармы, да, где у вас будет глицинграмм, цистый, нет, это самое, аргинин от полуграмма до грамма. Вообще аргинин лучше не женить ничем, то есть никто об этом не задумывается. Ну, либо аргинин, либо цитрулин, вам отгрузят витамин D3К2, тёктовые кислоты 600 миллиграмм. Ну, так нормально, там такая аптечка получается, отлично, 15-20. И вот вы вот эту горсть, там еще магния, еще аскорбинки, там жирростворимые формы, вот эту горсть просто берете с утра и шипучки забиваете из-за асоцинга, которые от кашля раньше будут. Это, оказывается, тоже рекурсор глутатиона. Выпиваете и пошли топить жир. Да, это те, кто на интенсиве, это те, кто в теме находится, но надолго ли хватит человека. А если он на работу ездит, ему же надо в 5 утра вставать, какие-то аэробные нагрузки давать, ну, вот мы начинаем искать какие-то меры, да, более-менее комфортные. Конечно же, я приветствую, чтобы на первом этапе все это было, спортивные, вот эти все препараты, ну, не все могут себе, во-первых, позволить, и не все могут соблюсти режим. И если к нам, как раз, с мирным переходить, то, конечно же, начинать работу над митохондриями нужно... Сейчас вам расскажу, как. Значит, вы берете эндолутен, вы занимаетесь своей вот этой эндокринной осью, постепенно пытаетесь шаг за шагом организм выводить из дистресс-синдрома, циркадные ритмы, вырываете порядок на почте, и потом там начинают просыпаться репродуктивные системы, иммунные системы начинают потихоньку приходить в порядок, и вот это вот на первом этапе не надо дрогать пока что. Это не по классике, это говорят уже сейчас в реале, нынешне. Конечно, когда там на вас накашляли, начихали, тут тоже горстями приходится нарушать все эти схемы, а так нет. И вот вы на монотерапии эндолутена находитесь, и нужно, значит, что-то делать. Нужно перезапускать свои митохондрии, они просыпаются только спустя 8 недель, я об этом уже говорил, по-моему, весной. И чтобы хоть что-то с этим сделать, значит, вам нужны сначала антиоксиданты. В идеале это панаксот и комплекс 3D, который представлен. Вам нужны еще определенные решения. Вам, для того чтобы выйти из стресса, из дистресс-синдрома, стресс забирает глицин, нужны источники глицина. И тут, либо вы бежите в аптеку, начинаете выдавливать по полблистера, чтобы грамм там набежал этого глицина. Но если вам это лень делать, значит, вы начинаете подбирать те или иные парафармацевтики, которые содержат глицин. И если я ничего не путаю, по-моему, был здесь у нас глицин. Сейчас посмотрим в применение. Могу ошибаться, конечно. Отдела состав. Вот аргинин есть, сосудистые действия, сосудорасширяющие. Дисперидин это антиоксидант. Антиоксидант, холин хорошо действует на взаимодействии нервных клеток, нейронов. Так, и сосудистый установокомпонент витамин ПП. Но глицин есть в препарате точно абсолютно, элемент. Вот он. Это, как говорится, сейчас же модно, чтобы не думать, не набирать по 20 препаратов. Всё и сразу. Это глицин. Здесь есть микроэлементы. И все они в форме органических солей. Всё, что нужно. Ещё и жирораспоримые витамины. Я давно мечтал избавиться от кальсила и цинсила, но не получается упрямо. Упрямо наша конъюнктура, тем более, что объёмы продаж говорят о том, что кальсил и цинсил покупают. Поэтому можно, ну окей, можно к этому чуть позже, допустим, прийти. Но можно взять привин, можно взять препарат кальция и магний, пить его вечером, а цинсил утром, потому что там есть нецин. То есть эндолтен утром раз-три дня, каждый день утром идёт цинсил, вечером идёт кальсил. Это минимальная история. И утром ещё привин. Если мало бодрящего эффекта, тогда ещё жиденький, в питьевой форме мизотек идёт. И это всё на фоне антиоксидантов. Наиграетесь вы с кальсилом и цинсилом в течение месяца, перейдёте на Элеменс. И таким образом будете постепенно прорабатывать митохондрию. Это для тех, кто не на интенсиве. Кто на интенсиве, тому ещё спортивная фарма. Поверх всего нужна. И только спустя, как я уже говорил, 8 недель начинает так-то преображаться метаболизм. Более эффективно проходит детокс. И вот тогда уже препараты могут работать более эффективно, более адекватно. Ну, можешь, конечно, не дожидаться, по крайней мере, сосудистые препараты с 5-6 недели подключать. Те же пептидные. Это, наверное, минимум это ревелапесель, а так это либо визуген, либо вентфорд. В процессе детокса мы можем тоже раньше времени добавить препарат печени. Недельки, там на третьи где-то. Ну, это надо целую схему рисовать. Вот тот же с Витинорм. Если это немножко в плане бюджета тяжеловато, тогда давайте комбинировать. Либо это будут МЛ-ки, либо это будет ревелапесель, 5-ый в сочетании с препаратом Орделив. То есть мы начинаем постепенно разгроживать печень, проводить детокс и вводим те или иные препараты. И месяца на третьем-четвертом уже только мы будем говорить о мозговых препаратах, о препаратах гендерного профиля, о препаратах для синтеза коллагена и так далее, и так далее, и так далее. Если это сейчас сложно, я могу плюс-минус то же самое проговорить. Во главе угла у нас стоит монотерапия, ну по современному представлению, монотерапия при помощи препарата эпифиза. Вы как начали, так и 3-4 месяца его и назначаете. По одной капсуле раз в 3 дня. С первого же дня вы уже начинаете проводить детокс. Вы назначаете комплекс 3D препарат, который с антиоксидантами и капилляропротектор. Начинаем проводить детокс. Как раз таки это комплекс 3D, если очень повезет, если очень хочется, можно из панаксотов сочетать на таком интенсиве находиться. Но опять-таки, с первого же дня нужно помнить о магнии, в вечернее время, либо перед сном, и в утреннее время о глицине. Поэтому нужны источники глицина. И наши можете и аптечные сочетать. Поэтому у вас на первых парах будет с первого дня ценсил утром, кальсил вечером. То есть уже набегает эндолутен, 3D, ценсил, кальсил. Если очень надо, можно мизотель. Если совсем голова требует, чтобы ей помогли, тогда нужно применять еще дополнительные источники холина. Для того, чтобы не покупать спортивный лецитин. Прикурсорка. Мизотель. Да, мы их с первого дня выпускаем. И вот такой детокс проводим. И вот спустя 5-6 недель, ну и на зенаду еще можете что-то для печени назначить. И спустя 5-6 недель мы начинаем подключать сосудистые пептидные препараты. Можем мозговые по чуть-чуть давать пептидные препараты. Проходит еще 2-3 недели. Это уже получается третий месяц. Это все продолжаем применять. И мы подключаем препараты гендерного профиля. Ну, кому яичники, кому нужны сильники. Кому-то нужно щитовидной железой заниматься. И препараты, опять-таки, оно, как правило, требуется, которые влияют на синтез коллагена. Это могут быть пептидные препараты различных классов, монопрепараты, комплексные препараты. Может, карто-лакси, гумир, СЛ-4, МЛ-9 быть. И это все как раз-таки уже на третьем-четвертом месяце идет. Вот тогда это наиболее оптимальные правила. Потому что вы выстроили нейроэндокринную ось, вы провели детокс, вы так или иначе перезапускали митокондрии. И вот тогда уже эффективно восстановление сосудистых структур, коллагеновых структур проходит. Тогда лучше реагируют те же самые органы репродуктивной системы. Отклик другой идет. Вы можете поджелудочную железу и его работу корректировать. То есть вам главное уловить суть, что сначала монотерапией препаратами эпифиза, детокс, обязательно с глицином, магнием. И вот потом уже сосуды, мозг, коллаген, ну особо продвинутые у нас на третьем-четвертом месяце. Мы говорим, зачем нам сигумир, зачем нам там МЛ, зачем все это женить с хондромиксом. Давайте женить новое попробуем. И начинают на третьем-четвертом месяце брать элемент, потому что там есть глицин. Он нужен для синтеза коллагена и в целом для нервной системы. Знаете, что коллаген это источник глицина? Во время стресса организм поглощает глицин и фраген, в основном глицин. Где его взять? В сосуды, в хрящи и в кожу. Почему после сильного стресса на человека смотреть с улыбкой нельзя? Да, только в саркастической. Потому что забрал стресс, стрессная ситуация, в мозгу понадобится глицин, все забрали от кубин. Из кожи, из суставов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому особо продвинутые на третьем-четвертом месяце начинают убирать в сторонку кальсил, сенсил, вводят им на смену элемент, и вместо винегрета из пептидных препаратов и хондропротекторов назначают ревелап пептайт коллаген, потому что там есть морской коллаген. Спустя 8 недель, как я говорил, можно заниматься сосудом мозга, эндокринная система, половая и коллаген. Так вот, к тому моменту можно уже сменить ценсил и кальсил на ревелап элемент. И вместо того, ну это дело вкуса, чтобы назначать ML09 с хондропротекторами или без, вместо того, чтобы назначать монопрепараты какие-то пептидные с хондропротекторами, можно попробовать ревелап пептайт коллаген. Опять-таки, пожелание с хондропротекторами, без хондропротектора, все зависит от степени вашей начитанности, от степени обеспеченности и так далее. И вообще, наверное, от пожелания. Да, но наиболее оптимально источник глицина использовать жиросклонимых витаминов, микроэлементы в органической форме, медь для досборки коллагена нужна. И когда он начинает жевать, но мы вынуждены как жевательное это зарегистрировать, вот ревелап элемент и ревелап пептайт коллаген оптимально использовать вместе, потому что пептайт коллаген у нас морской коллаген, коллаген из кальмара, есть аналог кортолакса препарата, то есть короткий пептид хрящевой ткани, и есть аскорбиновая кислота, тоже без нее синтез коллагена никуда не пойдет. И уже не важно, ходите вы к косметологу, не ходите, занимаетесь вы в целом восстановлением коллагена в структуре в организме или нет, эта штука уже на том этапе работает. А теперь начинаются вот эти все истории, как же без иммунной системы. Но если нету никаких аутоиммунных сложностей, то конечно же на втором, лучше на третьем месяце можно уже без фанатизма подключать препарат Тимуса, препарат Володоникс. Но опять-таки не сразу. Потому что у кого-то на начальном этапе препарат Володоникс у женщины он может повышать эстрогеновый фон, а у мужчин дезостронный фон может сбивать. Это нужно тоже иметь в виду, и это написано в монографиях. В различных... Я потерял мысль. А, вот, антигликанты. А как же, вот вы говорили про антиоксиданты, вы про антигликанты сказали. Ну, опять-таки, все зависит от желания и возможности. Антигликанты можно назначать с первого же дня, потому что это все то же имеет отношение к детоксу. Потому что там есть карнозин, а он влияет на активность метокондрии. Антигликанты можно подключать и нужно, потому что там есть карнозин, потому что там есть таурин, каждый работает по-своему, они на сосудистые русла действуют, они уменьшают активность деградации рецепторов на поверхности сосудистой стенки. Там есть альфа-липовая кислота, опять-таки, для головы, она же теоктовая. Вот это все приветствуется, опять-таки. Поэтому вариант максимум, это еще нагрузить всю эту схему антигликантами. Применять его тоже, наверное, минимум пару месяцев. И вот понимаем, что вот эта вся история, она очень как-то, может быть, бюджетная, может быть, небюджетная, но я рассказываю все то, что нужно. И в свое время, когда я находился год назад на интенсиве, да, действительно, это было небюджетно. И это были монопрепараты и большие дозировки. Поэтому там речь не шла о наших БАДах, пара фармацевтов, там прямо надо было как не в себя все это запихивать, для того, чтобы вывести свой организм из состояния 50-ти с чем-то летнего. Да, мне было на тот момент 45-46. Потому что мы сделали анализы, там ужас, мы сделали УЗИ, там тоже ужас. Ну, сколько тебе лет, говорит мой преподаватель по урологии, говорю, 46, а не исполнилось ничего себе, а что? Ну, вот, средняя доля выросла в простате. Потом ее уменьшили, понятно, там волосовый комплекс мероприятий. Но если бы я не знал конечного итога, да, который я на себе прочувствовал, я бы не рассказывал вам так долго и упорно, а то, что нужно заниматься митохондриями. Потому что если вы не перезапустили митохондрии, вам не поможет ни косметолог, ни дорогие препараты, вам не поможет никакой дяденька с женой из телевизора, из программы, а самое главное. То есть это все прекрасно, но это, да, это круто, это до сих пор там мало кому удавалось переплюнуть, да, это функционально, это эффективно, ну, блин, это должно работать еще лучше, так как в советское время это работало. Просто мы в других реальных. И для этого нужно заниматься детоксом и митохондрией. И тогда у вас будет и энергия, и все остальное, и сон у вас наладится. А если повезет изменить свою личную жизнь, у вас еще больше энергии будет, потому что дофамин, потому что это эмоции, вы на подъеме будете. Вот только так. И все это не будет возможным, если вы не будете шевелиться. Да, 10 тысяч шагов не у всех получается делать, со временем вы будете и 20, и 30 делать, если суставы позволим. Но километров 5-7 в день ходить надо. А как это сделать? Ну, надолго у вас, конечно, не хватит. Торговый центр какой-нибудь большой, метрополис, авиапарк. Можно ничего не покупать, просто заходить. И вот так вот по всем этажам сделали пару кругов, и уже там нормально 12-14 тысяч шагов. Хорошая идея. Ну, а потом вышли подышать. И не табаком, а воздухом чистым, с выхлопными газами. В идеале, конечно, это все делать за городом. Поэтому активность, она нужна по самочувствию. Но без нее вот эта вся история работы не будет. Потому что, если мы рассматриваем даже интенсив, из разряда спортивного питания, ну, съели вы, ну, тут там почувствовали, шатает вас, там работают аргинин, карнитин и так далее, и так далее. А вы не отработали. Вы ввели в себя активы, вы не дали нагрузку. Жир не сгорел. Инсулин вы не придушили, с увы. Потому что натощак делается нагрузка, в идеале, с утра. И деньги на ветер. Вот, и наша история, например, как-то тоже должна быть согласована. Те баны, которые нужно применять с утра, их лучше до завтрака сделать, запить водой. Либо, опять, неэтичной, некорпоративной шипучкой АЦЦ Лонг. И пойти, ну, пройдите, ну, хотя бы два, ну, три километра, тридцать пять, минут сорок, чтобы у вас что-то полилось. Либо у вас, вы почувствовали паровое отопление. Или завтрак. Да, пока не долбанул инсулин, не прыгнул. Иначе все. И тогда это будет эффективно. Ходить вам вечером, не ходить, это уже ваше личное дело. Какая-то активность нужна. Вы заметите, что от того, что вы шевелитесь, у вас сосуды работают по-другому, у вас голова свежее, плюс вот эта вся история. И тогда мы говорим об эффекте. Мы все в гиподинамии, мы в дискрессе, и мы в этой сплошной интоксикации. Потому что что ни возни, из продуктов, то все они напичканы консервантами. А это что? Какой-то антиокислитель, либо наоборот, это мощные агенты. Это все удар в печень, это все удар по фазам детоксикации. Получается. И что мы хотим в итоге? И мы вялые, мы хотим взбодриться. Кто-то сигарету натощат с утра. Это ужас, это удар просто в организм. Кто-то натощат кофе. И вот эти протеиновые батончики. Какой-то может дрянь брать? С утра. Дрейн эффект у конкурентов, да, есть, которые все эти машины обклеивают, и якобы они их дарят. Там надо так, это печень и почку продать, да, чтобы эту машину отработать. Дрейн, вот этот эффект сушки. Кофеин сушит. Человек пытается взбодриться с утра, пьет как-нибудь в себя этот кофе. Из него все это выливается, естественно, постоянно надо бегать. Сушка. Откуда будет бодрость? Кофеин разгоняет первую фазу детоксикации. Вторая, третья не работает так, как надо. В итоге усугубляется, наоборот, вот это вот состояние. Скажем, днем все больше и больше. Состояние тяжести, вялости есть, поэтому кофеин тоже не выходит. Может быть, лучше пошевелиться, лучше приводить семьяхморянок. На юге я приезжаю, я сначала с утра вот это вот все делаю, запили шипучкой и пептидикю, и эндолутен пошел. Потом, если очень лень, то три километра, а если не лень, успеваешь еще на завтраке, там в одно местечко, то вылетаешь без пяти-двенадцать, или звонишь, чтобы придержали, и только потом завтрак, и только потом уже кофе. На завтрак никаких сосисек, колбас, нарезки. Яиц можно, яиц сколько угодно, я не знаю, я ем каждый день. А два, но сегодня четыре пожарил. Это все нужно. Это лицетин, лицетин это холин, это все предшественники тех же гормонов. Это все можно. Естественно, травка там, овощи, рыба, и пошел дальше ходить. Вот, поэтому на этом фоне, конечно же, будет интоксикация, конечно же, будет отравление, конечно же, будет убит кишечник, а смерть начинается у человека в кишечнике. Да, конечно, сначала состоялось, на столе потом убрали, но адсорбенты, что-то, что чистит кишечник, что, хоть как-то на моторику, здесь тоже были устом, например, препарат. Это тоже все приветствуется. Очень те же самые для детокса. В общем, начинали мы с пептидов, а теперь топим, как говорится, жмем на педаль газа, до отказа, и пропагандируем именно детокс и приведение в порядок митохондрии. И вот только тогда вот эта вся история с другими БАДами, с пептидами работает так, как это задумывалось несколько десятилетий, уж полвека назад. Да, сидя в кабинетах, делая науку, ты этого не поймешь. Да, статистику там аспирантам могут подмахнуть, и ты можешь этого не знать. Да, инъекционные формы препаратов может быть немножко по-другому работают, но мы живем на этой земле, у нас большее число наблюдений, мы видим, что что-то идет так, но у большинства, а у... То есть, в значимой части у людей идет не так. Значит, дело в том, что нужно заниматься своей энергией. Энергия кроется у аэруидистов в чакре, в нижней, это энергия, в пундалини, а у нас с вами она кроется в наших гормонах, в наших митохондриях. Но есть еще ментальные аспекты определенные, поэтому, как управлять своей энергией, быть нацеленным на успех и не блокировать определенные заранее ситуации, и я думаю, что об этом как раз-таки должен рассказывать мастер по трансформации, трансформационный коуч Элла. Поэтому я с удовольствием перевожу ваше внимание на нее, да, и пусть она расскажет нам всем, и мне в том числе, как мне не загоняться, где мне взять еще сил, чтобы пережить огромную массу сложностей, которые происходят день за днем, не касаясь работы, хобби, личного всего, где еще взять силы, чтобы просто из воздуха подзарядить батарейки. Рассказывай. Да, друзья мои, ну я скоро перейду к своей части. Я хочу вам напомнить, что у вас есть вот такие вот листочки, на которых вы пишете вопросы. Мы тут немножко решили видоизменить, то есть вопросы, которые по продукции, мы на них ответим сейчас, поэтому сейчас мы как раз-таки зачитаем вопросы и дадим на них ответы, а потом приступим к моей части вещей. А, и вам какие-то вопросы в серии секрета миллион там. Да, да, да. Ну, во-первых, друзья мои, я хотела поделиться своими впечатлениями, да, я просто очень часто бываю на лекциях Давида Мирановича, я опять услышала кучу всего нового. Хотя ты уже сам и рассказываешь. Он рассказывает об этом просто с разных сторон. Так, друзья мои, поднимите, пожалуйста, руки. Для кого лекция была полезна? Так, а для кого мега полезна? Да, отлично, отлично. Да, спасибо за вашу активность. И давайте мы сейчас перейдем к вопросам. Первый вопрос. В сознании большинства людей существует мнение, что поднять уровень энергии, улучшить самочувствие помогает кофе. В связи с этим вопрос. Как кофе влияет на нейроэндокринную систему и насколько совместимо систематическое употребление со здоровьем и хорошим самочувствием? Хороший вопрос. Я такое исследование не проводил, я даже как-то это все равно в удовольствии связано с дофамином. И рано или поздно кофе нужно все больше и больше. Это как у людей, которые просматривают взрослое кино, где-нибудь, да, в интернете. А потом жалуются, почему не с гормонами, что-то не то. Потому что, несмотря на то, что мужчины, они полигамны, да, тем не менее, все-таки всех не объять. Да, и вот человек все-таки заточен частично на моногамную историю. И поэтому дофамин снижается и все остальное, и либидо, и все остальное. много взрослого тоже это плохо. Что касается кофе, возможно, та же история. Он первоначально бодрит, возможно, связан с дофамином, но потом его перестает хватать. Потом нужно учитывать то, что кофе все-таки разгоняет первую фазу детоксикации. Разгоняет, но в целом детоксикация усугубляется. Даже после алкоголя выпили вечеркуем кофе. Нет, вроде бодрит. Так бодрили бы 15 минут, но так и размажет после гостей. Это еще в такси сесть не успеете. Поэтому кофе он дает энергии, молодые-то не понимают, они питают энергетики, все, но мы гробим сосуды, у нас истощенная нервная система, и все-таки, я думаю, изменяя активность процессов детоксикации в печени, мы трансформацию половых гормонов в гробе. Слишком много кофе это не есть хорошо. Отлично. Автор вопроса была Андреянова Татьяна. Следующий автор вопроса про корвала. Может ли перейти здоровье в энергию или наоборот? И как связана энергия с интеллектом, и может ли человек без большого количества энергии заниматься эсотерическими практиками? Здоровье в энергию, энергия в здоровье? Здоровье в энергию, да. Энергия в здоровье, не знаю. О какой энергии мы говорим? Если мы о космической энергии говорим, то вам нужен наставник, специалист определенный. Для того, чтобы заниматься различными практиками, нужно очень много энергии. Банальных БАДов не хватит. Вам, естественно, нужны какие-то практики. Мы сейчас все-таки на какие-то приземленные темы говорим, поэтому есть люди, которые занимаются тем, что большинство простых смертных не знают. Они подвергаются воздействию частот, облучают себя. на крышах они работают, они работают с энергиями, информацию получают, трансформацию делают. И таких несколько десятков на всей земле людей. Вот это да, там энергия нужна, там восстанавливаться нужно. А вот обычные эзотерические практики, тем не менее, все равно. На одних каких-то наших средствах подручных это будет тяжеловато сделать. Поэтому я и ответил, с одной стороны, на вопрос, с другой стороны, лучше, если сам тот вопрошал, рассказал бы об этом. Да, благодарю. Бруманиченко Наталья задает вопрос, как вы считаете, может ли работа с психологом заменить пептидные регуляторы для поднятия энергии? Частично, только частично. Потому что эффект плацебо, там внушение психотерапии никто не отменял, но есть батарейки, которые нужно перезаряжать. Если батарейки не работают, что мы хотим из себя выжить. Это как иммуностимуляторы получили эффект с индукторов интерферона, а дальше все, сваливание происходит. Потому что вы поливаете, что там, ну как это интакто получают, что там с корнями деревьев делают, жгут их, чтобы плакали эти сосны все. Вот то же самое с иммуносистемой происходит. Поэтому и в данном контексте психолог, он только часть проблем может решить, что батарейки остаются севшими. Еще есть второй вопрос. Описанная вами схема может, кроме поднятия энергии, оказать еще другое действие. Какое? Какое действие? Мы просто более грамотно выстраиваем метаболизм, мы грамотно выстраиваем обмен углеводов, обмен половых гормонов, след за этим состояние коллагена. Мы же все это проговорим. Есть энергия, есть правильно настроенные биохимические циклы, есть управляющие сигнальные молекулы, пептиды, есть субстрат, с которым работает нервная система, это же она дает команды, есть холин, тот же самый, и да-да, все что угодно можно получить. Мы получаем больше, чем энергию, отдаем возможность. Юрий, когда лучше всего ходить в бассейн утро, день, вечер, через сколько времени после еды? Наверное, лучше с утра заряжаться. Я не знаю, как вечером, но вечером удобно, чтобы поплавал и сразу в сон, конечно, тянет. Но бассейн, наверное, все-таки какая-то нагрузка, а потом короткий период мышц работать. Сколько времени после еды и после еды тяжко, я думаю, часа три, не меньше. А после бассейна, как после катка, хочется есть, я согласен. Несколько часов, в любом случае. Сколько в савне можно ходить для пользы организму? Это по собственному самочувствию. Не надо играть как-то в фильме «Как я стал русским». И кто кого-то пересидит. Нет, это все-таки открываются поры, есть некий детокс, сосуды работают, но почка, то не сильно от этого легче становится и сердцу. Друзья мои, я напоминаю, у нас будет конкурс на лучший вопрос. Я совсем забыла, надо еще было сделать конкурс на лучший ответ, Давид Амиранович. Да, Велина Бучарска, как говорится, с возрастными депрессиями. Рекомендация, ассортимент о наших препаратах. По-моему, вот это вот все сегодня и было. Отсутствие желания чего-то хотеть на фоне упадка морального и физического, это тут и есть, по-моему, возрастная депрессия. Поэтому, опять-таки, детокс, иммунотерапия, препаратами эпифиза, а потом уже все, что захотите. Потом, опять-таки, мне кажется, на слайде все вместе с препаратами для красоты в том числе. Так, хоть с помощью пептидов, хоть как-нибудь сейчас, с помощью пептидов не избавитесь. Это я же говорю, вот мне будет 40 лет, буду пептиды есть, потом 42, потом будет префит 46. И что-то как-то не так уже все это работает. И вот, давай, пошла вот эта вся программа. Да, откладывался. Или как родители, да, вот мы думали, что мы с мамой это, 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 а мамы уже нет. Да, а что же вы думали, где вы сидели-то раньше? Или как покупает человек себе вещи и на полке хранит, сумку там, одежду, сейчас надо жить, сейчас. Посоветайте комплексы для студента во время сессии. Во время сессии, наверное, лучше церлутенчик и лучше мезотель применять. Реформ-коктейль, когда выпиваем, хочется кушать. Надо выбирать, в какое время я его принимаю, потому что я много разных коктейлей использовал. И, наверное, в районе полудня, если какой-то ланчевый голод, его можно сбить, но от вечернего жора вы не избавитесь, да, или от утреннего. Хочется кушать, потому что желудок раздражен, потому что нет, нет, да там что-то все-таки есть, инсулин-то прыгает, организм не обманешь, как-то как сахар заменить, шипучку пьете, пьете. Он хочет сахар, понимаете, мозг, а вы его этим пичкаете. И начинается, в общем, в два раза больше фастфуда, и того, и того, и то же самое с коктейлем. Это для тех, кто уже владеет собой, история. Посоветуйте ревиформу уголюстом правильно принимать и уйти от голода хотя бы неделю. Появится легкость. уголюстом мы с утра разбавляем с водичкой, чтобы кишечник заработал, и на ночь пьем ревиформ, я думаю, ревиформ, ревиформ, коктейль, наверное. Кто-то не завтракает или мало завтракает, да, можно так дать, либо в районе этого ланча, потому что какие-то основные прямо пищи тяжело им перебить. Задумка-то хорошая, а психологически это не вырулишь. Так, у меня постоянно спрашивают про прионы, прионные белки. Ага. Многие считают, что это опасно. Ну, не исключено. Так, расскажите, пожалуйста, как аргументируют, что продукция безопасна, в основном спрашивают врачи, потому что степень очистки у пептидных препаратов там до 10 килодальтон, а прионные белки где-то с 25-27 по молекулярной массе начинаются. Поэтому то, что касается экстрактов, которые получены от телят, то институт гарантирует, что там вот этих прионных нет. Потому что такие тесты проводились в свое время. Так, в основном, если можно, дайте, пожалуйста, схему после удаления желчного пузыря. К сожалению, назначать особо нечего после удаления желчного пузыря, но какие-то желчегонные нужны, и они должны быть с приемом пищи связаны. Но нужно прикрывать желудочную железу. Поэтому супрефорт либо его аналоги какие-то синтезированные либо комплексные препараты из серии Ревелапа не должны применяться. То есть можно желчегонные использовать тот же артиллив, ну, либо что-то пожёще из аптечного, например, но прикрывать поджелудочную железу. Что-то спасибо вам не скажут за такой выброс желчи. Просто его нужно как-то систематизировать. Я понимаю, что без пузыря это сделать тяжело. Пузырь первый откликается. Он вчерашнюю желчи выбрасывает, но тем не менее какой-то ток желчи, какие-то всплески его нужно давать. И это дело... Суприфорд? Это если человек комплексную программу большую принимает и продолжает есть всё подряд. Естественно, ферментные функции восстанавливаются. Это всё, что вы креончиком будете заедать. Жили-жили, начали ещё креон кушать. Или мизин. Такой, конечно, пойдёт вес. Поэтому пептиды печени и поджелудочной железы, они требуют некой адаптации калорий. Вот, поэтому, когда мы назначаем желчегонные, нам нужно подстраховываться, немножко защищать поджелудочную железу. Так, каким образом при помощи препаратов нормализовать артериальное давление? Тут ведь как? Сначала сон правильный, потом препарат адестат. И дальше начинаем заходить с низкодозных препаратов. Например, SL-ка ревелап, 0,1 либо 0,2. Кто-то сразу очень хорошо воспринимает препарат Винтфорд. Это всё индивидуально. И вот эта, кстати, гиперчувствительность, что одному нужна вот такая доза, другому вот такая, она тоже в ряде случаев зависит от состояния митохонной. Поэтому, если пациент не подготовлен, всегда нужно стараться начинать с каких-то препаратов, где поменьше концентрация. SL, она адаптирована для лиц 50+, например. Скажет человек, что неудобно ему применять подъязычные формы, либо лингвалы, есть монопрепараты институтские, тот же Винтфорд. Ну, тогда либо одна капсула визугена, либо одна капсула Винтфорта, либо одна капсула какого-то АМЛ. Но в данном случае это будет третий, потому что четвертый дается через день. Как с помощью биорегуляторов быстро вернуть работоспособность и уровень энергии после АРВИ, ковида и тому подобных неприятностей? Мы такие готовим сейчас препараты, пока сильно про них не рассказываю, но задачу я Галине Анатольевне Рыжак поставил. Но во главе угла опять-таки лежит препарат эпифиза, потому что ковид очень хорошо бьет по нейроэндокринной системе, по сосуду, потом нейротоксичное действие и репродуктивная система. Поэтому вокруг этого все и ертится. Ну, для начала, если с одного препарата начать, то начинать уже с препарата эпифиза. Если, как говорится, мы будем кроить бюджет, тогда берем препарат выбора, препарат СЛ-03, там есть иммунная система, два вида пептидов, есть пептид ковидной железы, вот этого главу угла поставить. Если после ковида нет никаких изменений аутоиммунных процессов, тогда можно потом нажать уже и по полной программе и назначить попозже Волгоникс препарат. Но если опять-таки нужна программа все и сразу, тогда давайте возьмем СЛ-03, если по бюджетному пойти сценарию, и СЛ-02, хотя бы, сосуды мозг, нейроэндокринные иммунные системы. Это минимально. А препараты гендерного профиля, даже по капсулке, если надо, их можно через 2-3 недели подключить. Хороший вопрос. Следующий вопрос. Можно ли одновременно с использованием СЛ-03 для профилактики аутоиммунных заболеваний аутоиммунный тиреодит и псориаз использовать визолутенлингвал для улучшения памяти и зрения? Можно. Воронина. Визолингвал, верно. Визолингвал, да. Визолингвал можно, а почему нет? Можно, можно. Если у нас плохое состояние у нас без шишковидной железы, то, как мы с вами с этим лечением вормоны, там, все эти препараты они не понимают. Что там у нас поделиться? Все равно, я думаю, что вы будете назначать препарат шишковидной железы, а без этого не подав. Если минимизировать на токс, то хотя бы панаксот либо 3D препарат. Это минимально. Позитивный настрой является ли секретом управления энергией Джан Милиуша? Я отвечу на этот вопрос в процессе своей части. Как секреты мужского и женского организма отличаются друг от друга и всегда ли? Секреты? Уточните вопрос, пожалуйста. Милиуша, ваш вопрос. Как секреты мужского и женского организма отличаются друг от друга и всегда ли? Что вы имели в виду? Вы имели в виду про энергию, да? А, ну-ка. Как энергия мужского и женского организма отличаются друг от друга? Ну, это сильно отличается. По-моему, я не психолог. Вообще, это люди разных в плане мужчина и женщина и очень многие эмоциональные вплески они связаны именно наличием определенного уровня гормонов. Плюс работа разных полушарий скорее всего. Может быть, это что-то будет совершенно на этом гормональном фоне совершенно другое миро восприятие и восприятие вещей. Кардинально отличаются. Есть из выражения мужик в юбке, как говорится, женщина. Это уже другая история. Но обычные женщины из них таких вот рациональных, всякие девы, которым мозг вынесут. Как правило, все они психологи, коучи, девы. Вот это лев. Вот с такими мужиц очень тяжело, потому что у них все пополкало. А большинство женщин, они фонтанируют. Либо они фонтанируют, либо наоборот, как раки требуют. Мужчины немножко подробуют. Можно еще сказать, в период выводите что-нибудь сказать по грустному крови. Можно вы... Не владею вопросом. по склонности к пагубным привычкам в зависимости от некоторых препаратов. Есть некоторые группы крови, резусы, которые более подвержены наркозависимости, алкозависимости. Такая статистика была. У нас время. Да, друзья мои, я благодарю вас за вашу активность, за ваши вопросы. Они были классными. Мы в конце подведем итоги. А сейчас мы будем переключаться на другую волну. С чего мы начнем? С чего мы начнем? говорить про нашу энергию. Давайте сначала начнем с того, что же у нас эту энергию забирает. И забирает у нас ее, как правило, вот такие ощущения, как расстройство. Когда мы расстраиваемся, мы теряем энергию. Тревожность. Вот сейчас градус тревожности у нас везде в новостях повышен. Им у нас сливается энергия. Я иногда буду говорить на сленге, я немножко не такой академический педагог, как Давид Амиранович, поэтому будем немножко сейчас включаться, я думаю, что у вас от этого тоже энергии прибавится. Что еще забирает энергию? Энергию забирают обиды. Мы обиделись на кого-то и вот гоняем себе в голове туда-сюда. Зачем? Обиды тоже забирают энергию, поэтому мы ли обиделись, либо мы посчитали, что кто-то на нас обиделся. На самом деле это можно в разговоре выяснить отношения и закрыть для себя этот вопрос и не уделять этому время. Что еще? Злость, разозлились, что-то вывело нас из состояния равновесия, мы разозлились. Токсичные подруги. А вот на токсичных подруг, если мы разозлились или на токсичных друзей, мы тоже в этот момент слили энергию. Волнение. Волнение на самом деле бывает по разным поводам. Мы когда-либо что-то начинаем делать, либо когда мы не знаем, что делать, нас охватывает волнение. И вот здесь тоже происходит прорежка, наша энергия утекает. Переживания. Переживания. Самими переживаниями мы ничего изменить не можем. Мы можем изменить только свое состояние, свое настроение, но и опять-таки уровень своей энергии. Сомнения тоже как версия забирают энергию. Я не знаю, я сомневаюсь и вроде бы делаю шаг вперед и два назад. В итоге что мы? Никуда не двигаемся. Да, поэтому вот это вот такая вот вороночка, куда сливается наша энергия. Какой я предлагаю вариант, чтобы не сливать энергию? Что делать в итоге? Да, что мы делаем в итоге? Во-первых, я предлагаю завершать свои дела, завершать начатые дела. Мы что-то начали делать, остановились на полпути, что-то передумали, но идея это сидит. Ставьте себе в голове такой ограничитель, да, то есть есть тот момент, когда вы дело завершаете, либо вы его решаете не делать. Даже если вы, допустим, решили, я не буду это делать, это уже дает вам больше сил, вы освобождаетесь вот от этого вот слива энергии. Опять-таки был вопрос про прокрастинацию, да, немножко об этом. Прокрастинация это то, что нам, это то, что мы откладываем на завтра. Это то, что мы откладываем на завтра. На завтра. А завтра что? А завтра мы опять откладываем на завтра. А завтра этого дня тоже на завтра. Это знаете, вот как я говорю, что есть такой прекрасный день завтра, но как не проснешься, все сегодня. Знаете такую историю, Вот, поэтому прокрастинация. Что в этой ситуации делать? Мы еще в следующей части поговорим, на следующем слайде как раз. Что делать? То есть найти классную идею, которая вас заряжает, найти то дело, которым вам интересно заниматься. Да, вот, причем не то, чем вам интересно заниматься, но и самое главное, как, да, потому что вот это вот что и как, это тоже разное, да, поэтому когда вы найдете, чем заниматься и как, и это будет вас заряжать, у вас будет огонь внутри, тогда у вас будет к этому абсолютно другое отношение, и вам не захочется уже откладывать это на завтра. Если, допустим, у вас какое-то дело, вы там, допустим, говорите, хочу построить бизнес в компании Пептайт, да, ну это же дело, оно большое, дело, да, цель, цель, там, желание, оно большое, разбивайте это дело на маленькие задачи, и тогда оно не будет казаться вам таким большим и страшным, да, и вы не будете сомневаться, ой, а что делать? Берете и расписываете это, и уже это легче вам осуществить на практике. Да, что еще делаем? Убираем из нашей жизни хронофаги. Что такое хронофаги? То, что пожирает наше время, абсолютно правильно, спасибо. Вот, то, что пожирает наше время. Это бессмысленный просмотр телевидения, да, можно посмотреть телевизор, можно включить там на ютубе то, что хочется, нравится, да, или можно посмотреть фильм опять-таки у фильмотека, у Давида Амирановича, знаю, большая должна быть. Вот, да, дальше, что еще? Ну, может быть, нас не касается, но, тем не менее, соцсети, кто-то сидит по два, по три часа в социальных сетях, бестолку тоже проваливается время в никуда, это молодежь больше к этому подвержена, да, что еще? Пустые разговоры, да, кому-то позвонить, а поболтать, а иногда даже в пробки едешь, тоже это, а на 40 минут в разговоре подвиснуть, да, можно говорить сегодня достаточно короче, да, по существу, а это время посвятить, допустим, своему развитию, посмотреть какой-то ролик, да, может быть, даже ролик Академии Роста Пептайтс или с официального канала Пептайтс на ютубе. Да, что еще? Что еще мы с вами убираем? Мы с вами убираем личную неорганизованность, да, вот когда у нас нет организации нашего времени, да, какого-то, ну, может быть, немножко режим дня, да, про который Давид Амиранович говорил, да, когда там, я-то записывала тоже все, мне тоже все было актуально, когда это 10 километров прошел, и уже и полдня, и полдня прошли, да, вот, поэтому что для этого сделать? Просто встать пораньше, да, встать пораньше, ну, на час, да, тогда на полтора часа, делать это, чтобы во что это в привычку, вот, что еще? Мы убираем с вами, мы убираем с вами нечеткую постановку целей, но об этом тоже немножко чуть попозже, вот, что еще? Перфекционизм, знаете, есть такая история, кроме прокрастинации, которая у нас отбирает энергию и время, у нас еще энергию и время отжирает перфекционизм. Перфекционизм. Кто знает, что такое перфекционизм? Твои стремления к совершенству. Стремление к совершенству, да, а еще все лучше, а еще лучше, а еще лучше. И самое главное, знаете, вот это вот лучше ни для кого не имеет значения, кроме вот нашей внутренней самооценки. Это больше никому не нужно, да, и вот это вот ощущение того, что нужно сделать еще лучше. Да, ну что еще лучше? Еще лучше фигуру, да, ну, мы послушали Дальду Мирановичу зарядочка, пробежка, пропройтись, да, и мы в энергии. Вот, поэтому, что еще? Что еще? Не критиковать. Не критиковать ни себя, ни других. Но на самом деле самый большой критик живет в каждом из нас, и самый главный человек, которого мы критикуем, это мы сами. Кому знакомо, руки поднимите. Ага. Так. Кому незнакомо, поднимите. Ага. Кто не поднимет руки, чтобы я не спросила? Да, отлично. Вот. Поэтому вот такая вот история, то есть полюбить себя со всем тем, что у нас есть, со всеми недостатками, со всеми лишними килограммами, со всем каким-то, может быть, занудством, если так кажется, относиться к себе по-доброму, с любовью, и тогда вы и к другим людям тоже будете относиться по-доброму и с любовью. И в этом тоже источник нашей энергии, что у меня выключается. Вот. Поэтому, что еще? Какой момент? Отказаться от общения с токсичными людьми, с негативными людьми. Либо отказаться, либо попытаться на это воздействовать. Допустим, приходит к вам, ну или в очереди где-то вы там слышите, ну мало ли, сейчас очереди тоже бывают, или там в транспорте еще что-то, и кто-то начинает бухтить, и вот это вот вас настолько, ну, сбивает с толку, да, или может быть дома кто-то. И на самом деле можно на это воздействовать. Во-первых, что можно сделать? Можно либо, ну, если это незнакомые люди, маршрутка, можно одеть наушники, да, или там переключиться в свои мысли. Если это дома, что бывает достаточно часто, да, то можно просто об этом сказать. А давайте с сегодняшнего дня будем чувствовать себя позитивно. А давайте с сегодняшнего дня мы просто будем улыбаться друг другу. Друзья мои, и это сейчас предложение для вас. Давайте с этого дня просто будем улыбаться себе, для прекрасного своего настроения, для красивого своего состояния. А я что-то не у всех увидела улыбки на лице. Я что-то задумался, токсичные люди, некоторые бывают, что используют прием обесценивания. Как с ними бороться? Пройти курс боевого НЛП? Но, может быть, не боевого НЛП. Здесь вопрос собственной... Из своего круга их выкинуть просто. Вопрос собственной самооценки и любви к себе, да. Я хочу, чтобы ко мне относились вот таким вот образом. Чтобы меня любили, чтобы меня принимали, да, таким, какой есть, какая есть, да. И вот это вот собственное желание, оно уже становится такой немножко трансляцией, да. Что я так хочу, чтобы так было. И об этом просто можно в разговоре сказать, да, допустим, дорогая или дорогой. Даже если мало ли там, даже если отношения там уже какие-то сложенные, да. Можно сказать, там, дорогая или дорогой. Ты знаешь, вот можно я тебя попрошу вот с этого дня, да, не говорить мне так, да. Потому что мне так не нравится, я чувствую себя дискомфортно. Я хочу по-другому, чтобы у нас были отношения. Чтобы они были построены на любви, на доверии, на принятии, на интересе, на интересе друг друга, на интересе интересов друг друга, да. И вот таким вот образом, такими вот беседами тоже можно показать, показать свои желания, показать свои личные границы, да. Что в них не надо заходить, в них не надо какать, я извиняюсь за свой французский, да. Вот, что я хочу, чтобы было хорошо, мне хорошо, и тебе будет при этом хорошо. Вот, поэтому вот такая вот история. Ответила на вопрос, Гавел Иванович? Более-менее. Отлично, отлично. Идем дальше. Идем дальше. Да, можно, конечно, это уже идет следующая ступенька, может быть, немножко выше пилотаж, но я вам сейчас скажу. Я думаю, что вам понравится эта идея, да, контролировать состояние, свое состояние. Это состояние гнева или это состояние печали, это состояние радости или хорошего настроения. Его можно контролировать, да. То есть, допустим, поймали себя, я печальная, да. Ну, я немножко дальше еще об этом расскажу, да. Как я выбираю? Я выбираю быть радостной сейчас, да, и хотя бы как минимум улыбнуться друг другу. Так, друзья мои, давайте, когда я говорю улыбнуться, давайте мы будем улыбаться. Ну, согласитесь, у нас же совсем, представляете, сидит целый зал партнеров и лидеров компании Пиптайт и улыбаются друг другу. Где-то же приятнее, правда? Вот, чувствуете так? Чувствуете, энергия пошла, улыбка делает свое дело. Отлично. Вот, и мы с вами плавно из состояния, что же у нас отбирало энергию, да, мы переходим к следующему слайду. Друзья мои, поднимите, пожалуйста, руки, кто увидел в том, что мы сейчас смотрели, что забирает энергию, то, что у вас в жизни было, вот то, что я говорила. Все. Ага. Вот, и давайте мы сейчас перейдем к следующей теме, и мы с вами посмотрим, что же нам дает энергию, да. И энергию нам дает, начнем прямо вот номером один, позитивное настроение. Позитивное настроение, оно дает нам хорошее внутреннее состояние, оно дает нам состояние удовольствия, состояние любви, состояние нужности, состояние, не знаю, дальше идем, да, признания. Позитивное настроение, позитивное настроение вообще создает атмосферу доверия, да. Ведь это же нам важно не просто как партнером и лидером компании, а просто как людям. Согласитесь, что это так, да. Занятие любимым делом дает энергию? Дает. Дает, вот, чувствую, уже пошел другой градус, да, начинается наша энергия раскачиваться. Когда мы занимаемся любимым делом, мы фонтанируем. Нам настолько это нравится, что мы передаем вот эту вот энергию другим людям. И на эту энергию люди приходят другие, понимаете, потому что мы говорим качество, да. Когда мы, знаете, вот мне частенько задавали раньше вопрос, а где взять партнеров, где взять людей? Да вопрос не где взять, а как с ними общаться, да, как себя показать, как показать себя как лидера, как показать свой бизнес, как показать препараты. Это же тоже все имеет значение. Да, что еще дает энергию, как раз было в первой части, говорили с Давидом, да, быть здоровым. Позаботиться о своем здоровье, быть здоровым человеком, и в этом уже есть энергия. Тоже Давид говорил об этом, физическая активность, даже не буду на это отвлекаться. Причем активность может быть вообще разной, да, вы можете активными быть, можно ходить там 10 километров, можете на один час танцы себе включить, какой-то танец разучить интересный, можете поиграть там с детьми, с внуками, погулять на природе и так далее. Да, природа, кстати, еще будет, да. Сон, отдых, медитации. Да, на эту тему тоже не буду много говорить, потому что самое главное, чтобы вы знали, что когда вы распределяете время работы, кто распределяет время работы, поднимите, пожалуйста, руку, кто распределяет время работы, учтите, пожалуйста, что вместе с распределением времени работы вы распределяете время отдыха. Вы его распределяете на год, на месяц, на неделю и на день. Давайте себе возможность отдыхать, потому что это очень важно. Что еще скажу особенного об этом, да, сон, что мы ложимся спать до 24 часов, точнее мы спим до 24 часов. Кстати говоря, совет ложиться до 12 спать мне дал лично Владимир Хацкевич Хоренсон, и на тот момент он меня спросил, ты во сколько спать ложишься? Я говорю, ну, часа в 3 в хорошем случае. Он говорит, деточка, надо ложиться спать до 12. И он мне сказал, сакраментальную фразу запомнила навсегда, передаю вам. Если хочешь оставаться молодой и красивой, ложись спать до 12. Слушайте, все сработало, я сразу перестала быть совой, я стала жаворонка. Или как Ирина Юрьевна говорит, что мы не в зоопарке, и на самом деле в нас таких птиц не живет, да, это мы сами себе придумываем. Поэтому ложимся спать сами, да, и рассказываем об этом своим близким, знакомым, партнерам и так далее, что это не просто норма нормальной жизни, нормального качества здоровья, а это просто, ну, не знаю, любовь к себе, да, лечь спать вовремя, выспаться, отдохнуть. Еще одна фишка про сон. Вот мы с каким настроением мы с вами засыпаем, с таким мы и просыпаемся. То есть, если вы на ночь, если вы засыпая посмотрели какие-то трешовые новости или там какие-то ужастики, то вы проснетесь вот в таком вот состоянии, да. Если вы хотите просыпаться радостно, довольными, отдохнувшими, вообще набравшимися сил, то тогда посмотрите на ночь что-нибудь приятное, почитайте приятную книгу, возьмите там какой-то интересный журнал. Ну, то есть вот то, что вас успокоит и даст вам возможность нормально выспаться и отдохнуть. Что еще дает энергию? Энергию быть в моменте. Что я здесь имела в виду? Это то, что мы с вами живем в сегодняшнем дне, да. И самый актуальный день для нас сегодня. Мы именно в сегодняшнем дне можем что-то изменить, да. Мы не можем ничего изменить в будущем, завтра, да, или во вчерашнем. Вот наше прошлое мы с вами прожили, да, и оно уже ушло, это прошлое, и мы там ничего не поменяем. Поэтому просто мы меняем к нему отношения, благодарим за то, что этот опыт был, отпускаем это, да, и живем именно в сегодняшнем дне, планируем то, что мы будем делать в будущем. Общение с природой, тоже общение с природой, конечно же, нам настолько вот в наших каменно-бетонно-стеклянных городах не хватает общения с чем-то таким натуральным, да. Поэтому, пожалуйста, на природу выезжаем, в парки гуляем, обнимаемся с деревьями, хотела сказать, жарим костры, разжигаем шашлыки. Да, вот, так что, вот это вот общение, посмотреть на воду, посмотреть на огонь, вот все, что вот экологичное такое, да, от чего у вас будет отдыхать не только тело, но и душа. Вы будете наслаждаться именно вот этим. Дальше, список желаний, список желаний. Вот мне еще и поэр. Ой, это как же, это прекрасно, когда список желаний неисчерпаемый. Поднимите, пожалуйста, руки, кто писал список желаний на 23-й год. Поднимаем. Отлично. Кто поднял руки, скажите, сколько? Я написала 55 пока. Больше 100. Больше 100, отлично. Да, ну, по списку желаний, про желания. У меня был вебинар предыдущий, я еще этому уделю внимание. Вот. Короче говоря, друзья мои, нет желаний, нечему исполняться. Согласны? Согласна. Поэтому пусть желания будут. Пусть их будет больше. Они постепенно сбываются. Когда мы их для себя фиксируем, пишем на бумаге, да, что мы хотим. Допустим, кто-то может сказать, ой, ну я по-другому отношусь к жизни, я, значит, я не такая там какая-то там материализованная, еще что-то. Да, мы можем писать в желание все, что угодно. Мы можем, почему-то привыкли, что желание это обязательно материальные блага. Кроме материальных благ, это может быть, это может, я чувствую, повысилась энергия в аудитории и повысился уже, пошли разговоры. Это отлично, что повысилась энергия. Да, вот, кроме материальных желаний, что я хочу иметь, да, там сумочку, платье, там, не знаю, машину, квартиру. То есть, желанием можно загадать себе то, какой я хочу быть, да, к желанию можно вообще по-другому подойти. Допустим, а какой я могу быть с этой сумочкой или в этой машине или в такой квартире, да, то есть расширять это свое желание. Вот, что еще? Пусть желания будут. Короче говоря, кто не писал желание, сегодня придете, после встречи сядете, у вас будет время и напишите свой список. И будьте смелее в своих желаниях, им свойственно исполняться. Знаете об этом, да? Нет. Отцелить. Отцелить свои желания. Зачем? Знаете, это немножко старые шаблоны, знаете, они сейчас такие вот прямо стираются из нашей жизни, потому что приходят новые, да. Я думаю, что быть смелее, вам как мужчине слышать приятнее, чем бойся своих желаний. Как? Забрать пару, согласен. Вот, отлично, отлично. Да, знание смысла жизни, да. Когда мы знаем, кто мы, когда мы знаем, что мы делаем, для чего мы это делаем и зачем, у нас появляется мотивация. И эта мотивация дает нам огромное количество энергии. Поэтому идите в эту сторону, либо развивайте то, что у вас есть о знании в вашем смысле жизни. И в этом будет не только ваша энергия, в этом будет и ваше благополучие, и радость, и успех. Еще немножко про желания, да. И вот когда сбываются наши желания, что мы с вами испытываем, да. Давайте что-нибудь, давайте что-нибудь попредставляем. Ну, вот допустим, допустим, хочу приготовить там какой-то вкусный ужин, засервировать его красиво. Мы это сделали, у нас, что мы испытываем? Давайте накидаем. Сейчас интерактив. Восторг. Восторг, нам это нравится. Удовольствие. Удовольствие, конечно же, мы сделали приятное себе и близким людям. Еще. Близкий может не понравиться. А еще погромче. Близкий может не понравиться. Если сделано с любовью, понравится. Разочарование. Может быть, потрачено много времени, слабо ли за 5 минут. Ну, в пустое потраченное время. Отлично. Это тема еще следующая, да. Это про то, как мы относимся. Мы можем... Наш выбор, как к этому относиться. Мы можем дать себе возможность прожить в моменте эмоцию, да. А можем задать вопрос, а как я хочу к этому относиться, да. Ведь для меня же это... Для меня же было приятно позаботиться о своих близких людях. Я делаю это с любовью. Я выражаю свою любовь. Знаете же про закон притяжения, закон отражения, да. Что мы отражаем в мир, то мы получаем обратно, да. Мы отражаем любовь, обратно получаем любовь. Поэтому, как хотите, вы можете разочаровываться, но никому от этого хорошо не будет, да. Разочарование тоже забирает энергию. Вот. Поэтому, когда у нас сбывается желание, мы ощущаем радость, мы ощущаем удовольствие, восторг, как сказали, да. Просто мы ощущаем нормальное, классное человеческое счастье. Согласитесь? Да. Что-то так тихо сказали, а погромче. Да. Согласитесь? Да. Подождите, не слышу. Да. Отлично, отлично. Мне нравится, что вы такие дружные сегодня. Чувствуете, как градус энергии у нас с вами растет? Вот. Поэтому, дорогие мои, все зависит от нас самих. Что мы с вами делаем, что мы с вами ощущаем, то мы и получаем взамен. Так, было у меня про три ярких желания. Ну, давайте, вы знаете, так загадаем. Одно желание. Представьте себе одно какое-нибудь классное, крутое желание, вот от которого вы прямо знаете, что вам будет хорошо, прекрасно. Загадали? Отлично. А теперь представьте, что это желание сбылось. Давид Амиранович, ты загадал? Нет. Так. Так. Какие ощущения? Тепло внутри, хорошо, от этой мысли. Вот это вот ощущение того, что, во-первых, вы сейчас ощущаете, да, от того, что классно, что да, я верю, что это может получиться. Вот это вот ощущение, я могу, да. И вообще, на самом деле, вот эти вот такие вот практики, у нас не очень много на сегодня времени, но как-нибудь потом продолжим. Да, это вот, это как раз и называется квантовым переходом, да, когда мы становимся в моменте, в другом состоянии, да, мы можем вот это вот ощутить. И вот это вот состояние, оно приближает наше желание, оно приближает наши цели, они, это состояние просто приближает ваш успех, да, или что вы там хотите. Здоровье, то же самое, да. Вот, поэтому, и вот это вот как раз про трансформацию, да, про трансформацию мышления. Потому что, если вы хотите быть здоровым, да, то что, пожалуйста, желание быть здоровым, и наши препараты в помощь, да. Хотите быть богатым, опять-таки, меняйте мышление. Не может быть такого, что я вдруг становлюсь богатым, и у меня случается мышление богатого человека. Да нет же, ребята, на самом деле мы сначала меняем мышление, потому что мышление богатого и небогатого человека, это два абсолютно кардинально разных мышления. Поэтому двигаемся вот в эту сторону, да, делаем, вот каждый день делаем какой-то один маленький шаг, да. Сегодня вы начали с того, что вы напишете желание. Завтра вы проснетесь утром, сегодня вечером вы ляжете спать в прекрасном настроении, утром проснетесь, сходите, как Давид Умиранович нам рекомендовал 5 километров, да, придете, спланируете свой день, да, неделю, месяц, год, да. И вот с этого, и вот каждый день делайте какой-либо шаг к своей цели. И это вам не только даст энергию, но вообще даст вам и трансформацию вот этого вот мышления, которое у вас есть, к тому, которую вы хотите. Вот. Что еще? Вот. И мы таким вот образом перешли с вами вообще к новым передовым технологиям мышления, да. Поэтому прочувствуйте, что вы хотите, потому что все в этой жизни это выбор, то есть что я выбираю? Я выбираю организованно жить свою жизнь или как получится? Я выбираю быть радостным человеком или я буду с крягой ходить там в бухте что-то, да. Мы все выбираем, вся наша жизнь, каждый наш день состоит из тысячи выборов, начиная прямо с утра. В каком состоянии проснуться, что одеть, куда пойти, как провести день. Тысячи выборов каждый день. И мы можем выбрать это в любой из сфер нашей жизни. Мы можем это выбрать в первую очередь в мышлении. Я чувствую там у нас совсем высокая энергия. Да. Вот, поэтому прочувствуйте, что вы хотите и дайте возможность быть этому в вашей жизни. Потому что я не помню, кто-то из великих хафоризмов сказал об этом, да, что ни одно желание не дается нам без силы на его осуществление. Вот если вы чего-то захотели и представили себе в голове, вы это сможете сделать. Дальше вопрос, задать себе вопрос, как, да. И, собственно говоря, я вас приглашаю на свои вебинары. Поднимите, пожалуйста, руку, кто был у меня на вебинаре. Вот я сейчас. Ага. Так. Прекрасно. Спасибо. Кто смотрел в записи, может быть, а не был? Угу. Угу, отлично. Да, поэтому, друзья мои, я периодически тоже вещаю очень интересные и полезные вещи, которые вам помогут и в бизнесе с компанией Пептайт, и просто в жизни. В вашем успехе, в вашем здоровье, в вашем процветании, в вашем благополучии. Поэтому, пожалуйста, информация есть, ее много. Я готова и рада ей делиться, потому что у меня, у меня, я думаю, что вы заметили, у меня такая энергия меня переполняет. Я могу еще, еще часок мы можем с вами об этом поговорить. Но, к сожалению, у нас время в зале ограничено. В следующий раз мы это как-нибудь учтем. Если у вас есть вопросы, напишите их, пожалуйста, они еще будут у нас участвовать. Мы сейчас как раз-таки будем делать розыгрыш. У нас в розыгрыше три подарка из продукции компании Пептайт. Так, я вижу, что вопросов больше нет. Давид Амиранович, подводите, пожалуйста, итоги. Что, мне про кофе понравился вопрос. Сейчас, подождите, я сейчас закончу. Еще одна минутка. Подводите, отводите. Друзья мои, так что идея у меня для вас следующая. Любите то, что делаете, и делайте то, что любите. И будет вам здоровье, счастье и благополучие. Так, ну что, друзья мои, на этой оптимистичной ноте я завершаю выступление свое. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я на них отвечу. Отлично. Давид Амиранович, приступаем к розыгрышу. Та-да-да-да. Практически звучат фанфары. И сейчас Давид Амиранович объявит нам, победителей, интересных вопросов. Вот третье место, да? Начинаем мы с третьего места. Заменит ли психолог пептидные препараты? И препарат Амбикс у нас получает Бурманиченко Наталья, пожалуйста. Пожалуйста, вам презент. Пополняйте свой организм витамином С. Вот видите, мечты сбываются. У нас еще не то сбывается. Так, дальше по поводу вот этого. После ОРВИ ковида биорегуляторы вопрос был. Андрианова Татьяна. Андрианова Татьяна, пожалуйста. И в этот раз роскошнейший мизотель высшей категории Нео, пожалуйста, пользуйтесь. Поднимайте свой уровень энергии. Так, ну и кофе. И препарат для детокса, да, 3D. Ага. Андрианова Татьяна, пожалуйста. Опа. А ты мне онлайн задал? Да. Так что поздравляем. Повышайте свой уровень энергии. Успеха. Здоровья. Да, друзья мои. Давид Амиранович, что-то скажешь? Нет, будем рады увидеться снова. Вопрос только когда понять, что да как. Друзья мои, попросите Давида Амирановича пораньше встречу. Подсказываю вам. В 6 утра, что ли? В 6 утра. В следующий раз, когда соберемся. Я боюсь, что февраль под вопросом. Февраль под вопросом. Друзья мои, мы будем анонсировать наши мероприятия. Будем анонсировать наши мероприятия. Ой, я чувствую, уже общение пошло. На энергию раскачались. Уже все. Процесс пошел. Да. Так. Ну что, друзья мои, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу встречу. Я благодарю вас за то, что у вас сегодня было время, желание, настроение разделить с нами этот день. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, успеха. Спасибо. 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 Спасибо.